В эфире новости спорта, здравствуйте. Долг платежом красен. Хоккейный клуб Брянск провел очередные матчи в рамках регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. На выезде наша команда встречалась с хоккейным клубом Елец. Первый поединок серии закончился неожиданным и достаточно болезненным поражением нашей ледовой дружины. Брянск уступил со счетом 8-3. Стоит отметить, что это поражение стало для нашей команды самым крупным в текущем сезоне. Второй матч в Ельце прошел уже по совсем другому сценарию. Фактически судьба встречи была решена к исходу 16-й минуты стартового периода. К этому моменту гости вели со счетом 5-0. Во втором игровом отрезке хоккеисты из Брянска забросили еще две шайбы. А в заключительной 20-ти минутке соперники огорчили друг друга по 4 раза. В итоге команды наколотили 17 шайб на двоих и установили новый рекорд результативности сезона. Отметим, что в победном матче смог принять участие пропускавший первый поединок серии из-за дисквалификации лучший снайпер первенства Александр Цуканов. На счету 13-го номера в хоккейном Брянске в отчетном поединке 4 очка. Одна заброшенная шайба и три голевые передачи. По дублю на свой счет записали новички брянской команды Виталий Кузнецов и Дмитрий Ситников. Далее подопечных Сергея Гордеева ждет выездная серия в Россоше, а вот поездка в Кишинев отменяется. Руководство хоккейного клуба «Платина» объявило о снятии команды с турнира. В оставшихся матчах молдавской команде будут защитены технические поражения. Обменялись победами. Свои поединки в рамках первенства ЦФО провели в минувшие выходные и брянские баскетболисты. На своей площадке команда Сергея Сиволоба принимала курских русичей. Серия в Брянске обещала быть жаркой, ведь коллектив из Курска входит в число главных преследователей Брянска, который перед отчетным туром возглавил турнирную таблицу первенства. Последний выезд нашей команды в Орел, хоть и принес подопечным Сергея Сиволоба лишь три очка из шести возможных, все же позволил баскетбольному Брянску выйти на чистое первое место в таблице. Команда из Курска последний тур пропускала и в случае положительного исхода серии в Брянске имела все шансы обойти нашу команду. К пикантности ситуации добавлял и тот факт, что в первом круге баскетбольный Брянск потерпел два обидных поражения в Курске. С первых минут встречи стало понятно, что соперники достойны друг друга. Первая четверть осталась за гостями 17-15, однако брянским баскетболистам удалось не отпустить соперника в отрыв, и на большой перерыв хозяева шли, уступая лишь одно очко. В третьем игровом отрезке русичи снова предприняли попытку оторваться, но плюс три по итогам четверти вряд ли можно назвать серьезным преимуществом. Только за две с половиной минуты до конца встречи хозяевам удалось таки переломить ход поединка и выйти вперед в счете. Особенно усердствовал в эти минуты лидер нашей команды Дмитрий Рожковский, набравший 29 очков. Итог 83-73, победа Брянска. Увы, но развить успех во втором матче серии нашей команде не удалось. Уже к большому перерыву хозяева уступали 35-24. Далее преимущество русичей только росло. В итоге 66-57, победа команды из Курска. Дмитрий Кузнецов при содействии интернет-портала «Спорт-32», события Брянск. В Доме спорта «Сталь» прошел традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти прославленного брянского дзюдоиста Валерия Девисенко. Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира, Валерий Девисенко останется в памяти коллег не только великим спортсменам, но и талантливым организаторам и тренерам. Более 10 лет Валерий Девисенко защищал честь нашей страны на различных турнирах. Его победам рукоплескали даже на родине дзюдо в Японии. Но и после завершения блестящей карьеры Валерий Васильевич не оставил любимое дело. В нем открылся талант организатора и тренера. Родная спортивная школа «Сталь» с приходом в качестве директора Девисенко вышла на качественно новый уровень. Десятки его воспитанников и друзей считают Валерия Васильевича без преувеличения основателем брянской школы дзюдо. Пришла эпоха Девисенко, у нас наступило развитие брянского дзюдо. То есть он принес нам вдохновение, и с его побед начались у нас развиваться дзюдо начались, и спортсмены стали появляться высокого уровня, все тянулись за ним. То есть он для нас был самый главный вдохновитель. И брянское дзюдо на уровне таком и всероссийском, и всесоюзном было, и международном, благодаря, конечно, Валерию Девисенко. Вот уже несколько лет в Доме спорта «Сталь» проводится турнир по дзюдо в памяти прославленного спортсмена и тренера. На этот раз соревнования собрали порядка 200 юных дзюдоистов со всей области. Брянское дзюдо живет и развивается. Сейчас секции дзюдо существуют практически во всех крупных районных центрах. Немало талантливых ребят и в глубинке. Данила Мармазинский и Данила Савин приехали на турнир из поселка Речица Почепского района. Ребята учатся в одном классе и занимаются в одной секции. Однако турнир сложился таким образом, что закадычным друзьям пришлось встретиться в финале. Он говорил, что победит сильнейший. Мы боролись с лучшим моим другом и победил сильнейший. Не обидно было проигрывать? Нет. С побед на мемориале Девисенко начинали многие известные брянские дзюдоисты. Этот турнир – определенный знак качества. Поэтому к соревнованиям молодые спортсмены относятся очень серьезно. Я занимаюсь уже 4 года. Есть первые места, третьи, вторые. Ну, больше третьих, конечно, но пытаюсь хотя бы до первых мест добиться. Целеустремленность и бесконечная преданность дзюдо – вот что отличало Валерия Девисенко при жизни. Именно этому пытаются научить своих воспитанников и последователи Валерия Васильевича. Дмитрий Кузнецов. События. Брянск. И последнее. Брянский боксер Эдуард Троиновский занял третье место в мире в своей весовой категории по версии WBA, опубликовавшей обновленные рейтинги спортсменов в различных весовых категориях. Эдуард Троиновский в октябре-ноябре 2014 года провел сразу два титульных боя подряд. 24 октября россиянин на 32 секунде пятого раунда нокаутировал некрогуанца Хосе Альвара и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA в легком весе. А уже 28 ноября защитил этот титул, в первом раунде отправив в нокаут колумбийца Хосе Агустина Фирия. Эта победа стала для Троиновского уже 20-й в профессиональной карьере. Сейчас промоутеры боксера ведут переговоры о проведении боя за титул чемпиона мира, в котором в качестве претендента выступит Троиновский. Это все новости спорта к данной минуте. Все вам доброе. До новых встреч.